Позвал своего друга. Вернулись. Трое побежали. Вернулись. И четверо. Так, ладошки. Самое главное, чтобы пальчики фиксировали. Смотрите, еще разочек. Теперь можно двумя руками. Большой убежал. Раз. Вернулся. Вместе. Вернулись. Средний. У меня четвертый, так это мосед. Не хочет гулять. И на квадрат, черный квадрат. И вот этот черный квадрат проводить, вести, допустим, до того, насколько глаз ведет. Это развивает очень хорошо боковое время. И смотреть постоянно на этот черный квадрат. Как у меня хорошо видно. И двигать не спеша перед собой. Это очень хорошо развивается. Ребятишкам тоже нравится. Наташа отправит. То есть переплесили, то есть все переплелись. И натянули. Вся она натянута, ее нельзя ослаблять. И потом берете кому-нибудь на ухо, шепчете или какому-то ребенку. То есть садишься и отпускаешь веревку. И тогда каждый почувствует, что изменилось что-то. О чем говорят, что в природе ничто просто так не бывает. То есть все взаимосвязано. Или, например, одного ребенка поставить на стульчик, он тоже поднимется, и все почувствуют натяжение, напряжение. Это тоже говорит о том, что в природе, если какое-то одно звено страдает, то страдают все остальные. Возрождены тихой печалью ручеевые дамы сосны. Пеплом и смелым подвергнусь в эти пора. Милая моя, солнышко весное, Где в каких краях Встретимся с тобою Солнышко весное Где в каких краях Встретимся с тобою Милая моя Встретимся с тобою Как правило Встретимся с тобою Встретимся с тобою Продолжение следует...